Самарцев предупредили об участившихся случаях воровства телеграм-каналов. Мошенники под видом администраторов маркетплейсов отправляют письма с предложением рекламного сотрудничества и просят ввести код подтверждения. После этого жертва теряет доступ к своему аккаунту. В Самарском торговом центре Мегасити произошел пожар на подземной парковке, горели пылемасляные отложения в приемнике. Эвакуировали 62 человека, пострадавших нет. На месте работали 27 специалистов и 8 единиц техники. В Самарской области увеличили до 100 тысяч рублей выплату для жителей, оказавших содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Основанием для получения денег является справка, которую выдадут в военном комиссариате. В следующем году в Самарской области на финансирование социальной политики, образование, здравоохранение, культура и спорта направят 182 миллиарда 214 миллионов рублей. На поддержку участников СВО заложили 5 миллиардов 300 миллионов рублей, многодетных семей 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Количество рейсов из Самары в Шарм-эль-Шейх увеличили. С ноября по данному направлению начнет работать новый перевозчик. Полеты будут происходить один раз в 10 дней. Время в пути 4 часа 40 минут. В Саратовском аэропорту временно приостановили прием и отправку самолетов. Это связано с возможной угрозой атаки беспилотников. Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что все экстренные службы приведены в полную готовность. Россияне отмечают «тыквенный спас». Это нововведение, которое к церкви не имеет никакого отношения. Такой аналог заграничному Хэллоуину предложили в 2023 году в Ижевской школе. В этот день можно наряжаться и готовить блюда из тыквы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова